Грибоедов – человек одной книги. Книга эта – великая комедия «Горе от ума». Другие его комедии, одна из которых была написана после «Горе», не заслуживают внимания и до странного на него не похожи. Фрагменты социально-исторической трагедии «Грузинская ночь», над которой он в последние годы работал, тоже разочаровывают. Некоторые из его стихотворений хороши, но это только намёки на нереализованные возможности. Более важны его письма, ибо они среди лучших, написанных на русском языке. Они открывают нам Грибоедова человека, но великий писатель раскрывается перед нами только в «Горе от ума». «Горе от ума» – произведение классической школы комедии, идущей от Мольера. Как до него фанвизин, а после него основатели русско-реалистической традиции, Грибоедов делает главный упор не на интригу пьесы, а на характер и идеологии. Комедия построена рыхло, многие сцены не двигают действия и введены только для обрисовки характеров. Но в диалоге и в обрисовке характеров Грибоедов остаётся единственным и неподражаемым. Диалог выдержан в рифмованных стихах – это ямба разной длины, размер, который в России ввели баснописцы как эквивалент вольному стиху «Верлибру» Ла Фонтена, и который достиг совершенства в руках Крылова. Диалог Грибоедова есть непрекращающийся вверх ловкости. Он всё время старается совершить и совершает невозможные – втискивание обычных разговоров в сопротивляющуюся метрическую форму. Кажется, что Грибоедов специально умножает трудности. Он, например, был в те времена единственным поэтом, пользовавшимся необычными, звучными, каламбурными рифмами. В его стихах содержится как бы необходимое количество жёсткости и углов, чтобы постоянно напоминать читателю – каких мук, какого труда стоило поэту триумфальное преодоление всех препятствий. Эта благородная жёсткость, зарубка мастера на трудноподдающемся материале. Несмотря на окову метрической формы, диалог Грибоедова сохраняет естественный разговорный ритм и более разговорен, чем любая проза. Он полон ума, разнообразия, характерностей. Это настоящая сокровищница лучшего русского разговорного языка до той эпохи, когда речь высших классов ещё не была испорчена и выхолощена школьным обучением и грамматикой. Чуть ли не каждая строка «Горе от ума» стала частью русского языка, а пословица с Грибоедова взята не меньше, чем из Крылова. По эпиграммам, репликам, по сжатому и лаконическому остроумию у Грибоедова в России нет соперников. Он перещеголял даже Крылова.